13 часть проекта только факты сегодня будем говорить про поиск или если хотите фильтрацию данных но перед тем как начать я хочу показать несколько слайдов о том что мы сейчас будем делать для зрителей которые присоединились к нам не самого начала чтобы не было понимание о том что мы делаем ну а потом я расскажу что я сделал уже за кадром чтобы сэкономить ваше время и так поехали но пока крутятся слайды я расскажу вам одну народную мудрость которая звучит следующим образом как отличить гриб от ягоды на самом деле очень просто надо это сварить если получился суп то это гриб если получился компот собственно говоря это ягода ну как вы понимаете лучше конечно один раз посмотреть давайте запущу проект и покажу что в общем то некоторые изменения есть я их сделал за кадром чтобы вы не видели но не для того что вы не видели чтобы сэкономить ваше время потому что я естественно вам покажу сейчас что я сделал и так первое что я сделал я сделал небольшую разметку сделал немножко менюшек накидал так сказать его и вот случайная проекте проект уже есть хорошо обратная связь пустой rss каналов я сделал вход немножко изменил страницу разметки давайте я здесь напишу быстренько логин тут у меня немножечко пароль в общем кнопку я не перевел ну ладно неважно в общем что еще сделал я добавил панель управления вход только для администратора учетная запись это скафолдинг я сделал как я показывал на предыдущих видео где-то в самом начале в общем чтобы это было хоть как-то более-менее похоже на реальный проект я так как я буду видеть его только я поэтому не буду переводить пусть будет на английском языке ну и в общем что у нас дальше предстоит смотрите сделал я еще следующее по открытии конкретного факта я могу я буду сделать здесь такой функционал чтобы скопировать ссылку на него ну мало ли вдруг потребуется ну а еще я сделал вот что смотрите во первых у меня теги теперь стали ссылками и при нажатии на какой-то из них у меня происходит его подстановка вот в это место и и соответственно если я буду вводить какое-то слово для поиска нажму enter то и вот сюда она тоже также поставляется для того чтобы сбросить фильтр я нажимаю на них у меня как бы все это должно сбрасываться но сейчас у меня реальной фильтрации не происходит этому как раз сегодня сделаем ну и в общем то вот я выбираю юмор статьи разбрасываю и наверное давайте покажу еще что я сделал я вот закладочки небольшие положил ну в общем так эта часть скафолдинга давайте я сразу буду показывать вот все что относится к этому это скафолдинг это скафолдинг это скафолдинг это тоже скафолдинг так я сделал администратор контроллеры в нем страничку и индекс ну вот только главное она пустая дальше я добавил еще факт контроллер так что я сделал я честно говоря не помню но видимо видимо неважно поехали дальше так еще и добавил страницу рандом ну в общем тут я много страниц добавил и клауд и фидбэк и рсс мы будем делать потом это естественно потом по удаляю но еще сделал небольшой экстеншен который позволит мне на страничке ну допустим да смотрите я хочу хочу показать то я нахожусь на допустим сейчас один момент перематываем вот сюда допустим на десятой страничке да нахожусь здесь и вот здесь у меня кнопка какая-то будет и допустим я вот так вот нажму открыть и я хочу добавить кнопку которая будет типа назад и она должна вернуть на предыдущую страницу вот как раз это мне позволить чуть позже сделать я сделаю это сегодня ну или в любой другой момент когда будет время но в общем экстеншен я этот добавил я во многих сайтах использую еще вот что я сделал смотрите самое главное то что у нас есть страница identity account register ну или регистр как как обычно говорится я сделал редирект на страницу логина ну то есть я запретил пользователям регистрироваться на моем сайте как я уже говорил не будет у меня возможности пользователям регистрироваться ну в общем это очень сильно увеличит функциональность я не хочу затягивать проект и также у меня еще есть еще одна такая же страница да то есть я грубо говоря сдублировал identity account да я отчет видимо два раза написал или скопировал я уже не помню но тем не менее вот таким вот образом это делается то есть я предопределяю страничку identity account register я им говорю что мне нужно передиректить на логин ну и еще я добавил сюда так давайте отсюда вот это тоже удалим еще я добавил как раз этот функционал по сбросит сбросу тегов и поиска это вот на этой странице происходит это главная страница вы конечно все это сможете потом в гите посмотреть то есть в исходниках все на самом деле очень просто у меня есть форма где я могу вводить там поиск по слову это search и она передается в контроллер а контроллер у меня находится один момент вот здесь факт контроллер получает этот сорт так называемое свойство и записывать его во вью дата и соответственно я потом для того чтобы определить вот этот поиск который отображается у меня в этом самом в уголке да где там сбоку то я просто ищу этот get search вот у меня проверяет все часы пустой то отображать если не пустой то показывает а по клику на него я открываю ту же самую колонку ту же самую страницу давайте поменьше сделаю я открываю ту же самую страницу факт индекс но уже сбрасываю тег search но останавливаю оставляю тег параметр тег ну и собственно для для тега наоборот да то есть я его здесь сбрасываю вот он пометки а оставляя только search ну и в общем здесь на самом деле все просто это просто подготовка данных то есть к запросам которые мы сегодня будем писать ну и давайте я выключу вот эту штуку которая тут мешалась я помнится люди так мне просили делать вернее так никто не сказал нормально 125 процентов или нет и тем не менее все равно сделаю 125 процентов нажму сохранить возможно я допустим сброшу все и открою главную страницу и вот это вот тоже я удалю и теперь на самом деле можно приступать итак когда мы делаем давайте вот сюда еще зайдем вот здесь у нас есть хендлер медиаторе здесь у нас приходит какие-то данные так все чили page индекс который мы отправляем в хендлер вот он он и в нем делаем обработку в общем то здесь на самом деле все просто единственное мне нужно пояснить как я этого сделал ну во первых у меня есть сборка которая называется юни то ворк упс не туда не попал прошу прощения вот юни то ворк она называется колобонга нет ворк она используется в сборке которые я использую своем сайте и эта сборка называется колобонка из подотнед корр контроллерс вот и в общем то в этой сборке в юни то ворк есть некоторые положительные предопределенные запросы да то есть плюсики такие помощники да вот например get пэйджет или допустим там есть ну например есть выборка из репозиторий get first или там какие-то дополнительные там функции которые в общем то построена вокруг икверибал и в общем никакого разницы нету как вы будете использовать эту сборку или без нее так или иначе предикаты в общем-то будут работать ну и первым делом я сюда должен написать предикат предикат ну грубо говоря это стрелочная функция наверняка вы с ними знакомы и для того чтобы не допустим здесь получить какой-то фильтр по контенту который я буду искать в contains какой-то ну пусть будет терм да то есть условия запятая конечно же и давайте я для начала этот вар терм равно request точка все очень ну вот таким вот образом например да то есть получается что так что-то мне тут съехала все таким образом получается что если у меня в терм что-то пришло то будет осуществлен поиск если ничего не пришло то будет на самом деле фигня поэтому мне нужно проверить что в этот search то есть пользователь что-то собственно говоря ищет и и другими словами мне нужно либо подставлять этот предикат либо не подставлять так вот суть сводится к тому что это можно сделать двумя способами то есть есть ли терм у меня ну допустим из empty нет у меня такой extension а сейчас нету ну ладно давайте потом его сделаем если у меня он пустой стринг из null or white space например терм то тогда мне нужно выполнить этот запрос вот так вот если пустой вот так вот то есть без предиката а если он не пустой то получается вот этот ну то есть предикатом видите ошибка как бы исчезла и тут а ну а этому нужно в общем на самом деле это дурацкий подход мне он очень сильно не нравится поэтому я его использовать не буду я буду использовать другой вариант я буду сюда подставлять предикат и это я сейчас создан пусть будет вар и вот теперь предикат давайте билдер так я его наверное еще не установил ну в общем то давайте тогда его и установим в общем это достаточно много таких реализация в интернете я когда-то написал свою сейчас их действительно очень много вы можете использовать какие угодно главное чтобы не был принцип одинаковый колобонга ну давайте где-то тут есть предикат билдер так давайте напишу предикат билдер а вот же он прям перед глазами что же вы молчите то вот я его установлю в проект и в общем эта штука как раз позволяет вот эти дерево запроса строить прям на лету и управлять ими очень удобно давайте прям покажу как это делать и так мне подключился предикат билдер я создаю первое условие которое будет строиться вокруг факта то есть предикат для факта и таким образом у меня получается факт равен true и другими словами этот предикат сейчас у меня ничем не отличается от того что было первоначально то есть вообще без фильтров вот таким вот образом я могу определить предикат дальше я могу его перестроить или достроить ну например если string из null or empty вот этот самый термин запроса то есть как раз этот условие тогда я могу сказать предикат равен предикат то есть я могу его нарасти да у меня есть условия я могу сказать энд ну то есть я скажу что добавить к этому предикату еще одно условие здесь написать новую стрелочную функцию или лямбда выражение если хотите где контент как раз тут самый контейнс то есть содержит этот терм то есть если он вернее не равен ну вот таким вот образом то есть получается предикат у меня строится первоначальный есть ли терм пустой то есть если он не пустой то я подставляю и дополнительный предикат и после того как он сформирован я отправляю это дерево сформированное таким образом запроса вот этого это вот дерево функции отправляю уже в сам сам педжит лист и он уже будет его выполнять ну и что надо сказать что для тега будет примерно то же самое даже я вот скопирую ну давайте сделаем вот таким вот образом я вот сюда подставлю его и его не буду добавить создавать отдельные перемены здесь сделаю реквест тег ну вот стегом немножечко посложнее и тем не менее давайте сделаем и с ним у у меня сейчас нужно сделать такой запрос чтобы у меня так как у меня тег многие ко многим относятся к факту то мне нужно найти теги то мне нужно найти факты в которых есть эти теги то есть мне нужно взять из тегов выбрать только одни название и посмотреть чтобы эти названия попадали в реквест тег ну то есть вот таким вот образом это будет работать так у меня такая функция есть давайте назовем ее т здесь и здесь т вот вот так вот ой то есть не функция такое название и другими словами получается что мне вот здесь вот можно вот это дерево да давайте я сделаю по-другому я скажу вот так вот control x здесь скажу билд по-русски напишу ой то есть правильно напишу билд предикат я дам туда реквест и билд предикат да все правильно создан этот метод и этот метод будет делать только то что он будет подготавливать мне вот этот вот предикат и я его буду возвращать так вар предикат равно и на выходе конечно у нас будет ректору преди все что угодно ну например смотрите я строю допустим вот контент ну то есть контент этого факта содержит вот этот вот ключевое слово которое будет пользователь запихивать все что ну теоретически можно сделать еще здесь по какому поле мы можем искать можем ну добавить там ну create это да то есть когда было собственно то есть можно здесь добавить множество поля например title если бы оно у меня было или там еще какие-то поля то есть предикат можно строить таким образом главное что один предикат прибавляется к другому посредством and или or то есть это как бы логические операции и вы в общем-то можете этим управлять ну и в общем наверное давайте проверим что эта штука работает я запущу давайте закроем старую страничку пусть обнарисуется новая ну и в общем давайте по слову например вот цвет я наживаю цвет у меня найдено 60 пометки я сбрасываю цвет у меня найдено снова 4880 то есть фильтры и в общем работает например название 176 юмор и сатира 12 если я сброшу в общем собственно говоря все происходит так как я и предполагал и вот я еще что хотел показать на самом деле если я уйду допустим на последнюю страницу на десятую да и нажму например кавказ у меня получается здесь на самом деле фигня то есть другими словами мне нужно проверять что есть ли у меня пустой в общем делается это на самом деле очень просто давайте покажу проще вам показать чем объяснять почему в общем здесь мне нужно сделать следующее когда у меня предикат изменился мне нужно сбрасывать номер страниц то есть в любом случае когда у меня изменился запрос мне нужно пользователя перекидывать на главную страницу в общем я думаю что вы понимаете почему потому что я уже даже это собственно говоря показал то есть если я нажму на первую страницу так ешь проект остановил ничего не получится вот то в общем на самом деле как то сделать теоретически это можно сделать здесь проверить есть ли items page index больше чем request index который ко мне пришел да вот в этом методе то в общем то сбросить этот page index ну а я сделаю это не здесь а после того как уже вышли отсюда во то есть из этого метода и я сделаю току вар допустим моду или нет operation operation равно вот так и теперь этот operation я закинусь сюда вот и теперь мне нужно сделать следующее если operation result допустим окей да то есть что у меня там вообще есть какие-то данные и и давайте вот так вот сделаем и operation result items page index больше чем page index так господи что же я пишу то во первых здесь должен быть и во вторых причем пейдж индекс елки-палки есть должен быть тотал пейдж да если у меня всего страниц больше чем пейдж индекс давайте сделаем вот так вот и alt enter introduce variable пусть это будет индекс сюда отправить индекс так вот здесь у меня как раз этот вот индекс и должен подставиться то есть если у меня количество страниц больше чем текущий пейдж индекс мне нужно написать ой ритурнию нет редирект по мандату экшен name of пусть будет индекс это текущая страница и дальше мне нужно отправить объект то есть текущие параметры нью так вот escape я нажму здесь скажу мне так нужно передать все очень нужно передать и page индекс потому что у меня отличается название будет индекс . запятой вот так это будет работать другими словами вы никак не сможете скажу еще раз перелить ой то есть другими словами вы никак не сможете на главную на другую страницу перекинуть без ее от полностью рендеринга соответственно без новой выборки другими словами опять же вам придется дважды выполнить запрос ну ой ну конечно же господи ну да что же это за фигня мне сюда нужно поставить один я должен уйти на первую страничку коллеги ну что же вы молчите надо уже делать прямые трансляции давайте еще раз покажу что-то сегодня не ладится у меня с программированием видимо весна ну ну в общем то давайте еще раз делаем пуск давайте десятая страница климат ну и как вы видите я нажал не нажал не нажал вот нажал и у меня на первой странице оказалось ну как вы видите просто был редирект на первую страницу с по с подобным запросом ну и в качестве бонуса наверное давайте я покажу еще одну фишку ну на мой взгляд она решает иногда очень просто все проблемы с навигацией когда у вас нужно именно аспшной странице открывать последовательно и вернуться там на третью на вторую то есть на не на предыдущую но там нажав назад она через одну назад то есть нужно сохранить как раз ту URL который вам нужно потом будет открыть я просто покажу как это делается ну в общем то я думаю что это будет полезно давайте предположим что у меня есть кнопка открыть вернее она есть я открываю здесь есть кнопка удалить ну где тут примерно ну давайте вот так вот вот здесь вот есть кнопка удалить и допустим там редактировать ну они потом появятся и пока их нету вот кнопку удалить я вот так вот нажимаю и у меня не просто URL в смысле удаляется да и после удаления я должен там как-то химическим путем вернется на страницу где был я на десятой а должна открыться еще страница подтверждения ой то есть страница подтверждения вот этого самого удаления то есть я нажимаю сюда потом открывается какая-нибудь еще одна страница на которой есть вы действительно там хотите ну давайте вот так вы действительно хотите удалить и окей подтвердить то есть это уже страница где у меня был URL который имел значение куда вернуться то есть вот эта кнопка она уже будет сброшена потому что я буду на этой странице и если я нажму назад то я вернусь на страницу которая не существует в общем наверное многое говорю да другими словами мне нужно вернуться на предыдущую страницу то есть вот страница была 1 там вот эта страница 2 и вот это 3 это подтверждение а я должен вернуться не на вторую а на первую страницу то есть на десятый индекс да и вот это сделать очень на самом деле просто мне нужно сюда передать и страницу на которую должен вернуться и просто потом после того как я подтвердил эту страницу я должен на нее перейти ну в общем давайте это проделаем это на самом деле очень просто делается у меня есть где-то здесь вот факт линк здесь мне нужно добавить уре ну во первых смотрите мне нужно на странице шоу добавить где и где вот так нужно на странице шоу это я уберу в контроллере мне нужно добавить как раз вот этот самый где у меня контроллерс факт detail так get by id вот он так это request прошу прощения вот он контроллер вот шоу мне сюда нужно добавить еще один параметр который будет называться стринг и пусть иметь тип стринг и будет называться url то есть return url и он будет по умолчанию ну вот вот такой вот так я должен здесь поставить вот такую штуку то есть он если передался то в общем я буду на нее переходить если не передался буду перекидывать на главную страницу в общем такой предохранитель ну и теперь мне нужно при открытии сайта соответственно вот этот линк сюда этот параметр передать как это сделать очень просто нужно написать asp нет asp road соответственно есть такой параметр но url его не существует так как это динамические динамические страницы если так можно то есть параметр сам dynamic имеет тип то я могу его написать road ой не road вру не road а return url то есть я дописал система как бы его приняла ну и теперь мне нужно сюда значение подставить у нас есть url helper и у него есть get нет return url да сейчас посмотрим я писал extension вот i url helper вот get return url а нет http context я прошу прощения мне нужно сюда найти вот этот вот context это вот http context return url в общем то что там внутри давайте покажу в общем мы проверяем путь если он не задан поставляем простой здесь складываем query string и pass ну в общем это как бы элементарный такой построитель запроса и тем не менее когда нажму на открыть мне в страницу url передастся вот этот вот самый url и ну давайте я покажу это чтобы тоже собственно не быть голословным сейчас у меня в параметре передается только идентификатор я вернусь на главную страницу хотя надо было просто нажать назад ну не важно итак я нажимаю сюда и у меня вот url это главная страница я нажимаю назад и теперь ну главная страница потому что я был на главной а теперь я перехожу на десятую нажимаю открыть и у меня url уже ну в общем он закодирован здесь индекс вот заметно да и есть десятое а слэши они как бы преобразуются в специальные символы в общем сюда мне теперь передается единственное что мне теперь нужно сделать здесь кнопку которая вернет на предыдущую страницу использовав этот самый redirect и это делается тоже на самом деле легко где моя view вот факт в общем здесь у меня факт рендерится ну давайте здесь добавим вот такую штуку и скажем если model да ну мне можно его кстати прокинуть в модель вот здесь вот я когда факт смотрю вот таким вот образом воу нажал вот я могу здесь сказать return url а могу этот return url зашить на самом деле ну давайте вот так вот я сделаю и скажу что у меня view view да там ну или view back если хотите return url равно return url то есть я упрокину на вьюшку и там в общем то за используем чтоб не ошибиться с названием я его скопирую перейду на view вот он факт и здесь скажу что если у меня view data is not ну то есть я буду только показывать когда not null ну в общем у вас могут быть другие сценарии это нормально вот если у меня в return url пришла какая-то данная то я сгенерирую какую-нибудь допустим ссылку ну пусть называется допустим назад ой назад давайте с большой буквы напишем и поставим класс что такое русский язык прицепился button пусть будет button sm и пусть будет button outline и пусть будет секундарий вот так вот да ну и самое главное нужно сгенерировать ссылку это вообще проще хрев равно есть url helper здесь есть контент который как видите вот может конвертировать виртуальную ссылку в application absolute path ну и у меня она конечно же лежит view data view data здесь у нас return url и так как у меня она не равна null то мне нужно ой ну конечно здесь должны быть другие скобки и вот так вот view data вот и в общем то мне нужно сделать здесь ту стринг потому что мне нужно что даже конвертировать вот и я сейчас это запущу и вы увидите и вы увидите как у меня ссылка из вот этих иероглифов вот из этих вот иероглифов превратиться так я закрою и в пять нажму и вот видите появилась кнопка назад и здесь появилась факт внизу индекс вот и десятая страница и как видите это работает в общем если у вас потребуется какие-то переходы чтоб с возвратом на какую-то ссылку примерно вот таким вот образом прокидывается вот эти вот значения куда нужно вернуться они не обязательны то есть если я это уберу и нажму enter у меня просто не будет кнопки в данном варианте ну вот вот такой вот вариант ну наверное на этом давайте закончим я так буду все-таки готовить UI предварительно чтобы меньше тратить на это время и будем постепенно реализовывать уже готовые то есть страницы уже описаны нужно будет их просто на тех которых ведется разработка дописывать какой-то функционал ну а вам спасибо что смотрите спасибо что комментарии пишите отпишите пожалуйста по поводу размера шрифта который вот собственно 114 почему-то 125 оставил ну и еще раз спасибо и пишите правильный код ну и еще раз спасибо и